Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы будем говорить о, наверное, важнейшем деле. Можно сказать, что это и защита детей, и попытка помочь им в трудной жизненной ситуации, потому что в гостях у нас Наталья Владимировна Усачёва, во-первых, майор полиции, а также исполняющая обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального управления УВД России Люберецкая. Здравствуйте, Наталья Владимировна! Здравствуйте! Ну, и у нас есть, кстати, дата, к которой мы можем привязаться с вами. Это важно, что страна помнит, что 17 ноября отмечается День участковых, уполномоченных полиции. Но мы всегда понимаем, что участковый, он как бы за всех отвечает. И за маленьких, и за средних, и за взрослых. Вы тоже, получается, имеете отношение к этому событию? Да, но всем известно, конечно, кто такой участковый, да, который у нас обслуживает, допустим, какой-то определенный административный участок, вот, но он также еще и помогает в нашей службе, как мы сработаем совместно, по выявлению неблагополучных семей, малообеспеченных, которые незамедлительно сообщают нам, и после чего мы производим полное взаимодействие с органами опеки, попечительства, допустим. То есть вы в связке работаете? В связке, да, взаимодействие органов системы профилактики безнадзорности и правонарушения. Давайте сразу сейчас вот с этой схемы начнем. То есть вот пришел участковый, хороший, качественный участковый, потому что мы прекрасно понимаем, что это тоже такая работа, по крайней мере, в соседнем городе под названием Москва, там текучка кадров, то есть участковые меняются очень быстро, ну, сложная работа. И хороший участковый приходит и видит, что как-то родители, квартира какая-то, да, какой-то, может быть, сигнал поступил, там, пьют, гуляют или еще что-то, и там вот ребенок в каком-то там состоянии. Он как, сообщает вашей службе, пишет какой-то рапорт о том, что, возможно, там происходит что-то не очень хорошее. Как это? Ну, в основном сейчас у всех есть мобильные телефоны. Так. Если участковый выявляет данный факт, приходит на участок, он незамедлительно тут же звонит, вызывает инспектора по делам несовершеннолетних, инспектора по делам несовершеннолетних сообщают в органы опеки и попечительства незамедлительно, и выходит в данный адрес. Да, у нас полное взаимодействие идет со всеми гороскопами. Скажите, бывает такой момент, что вот благодаря участковому, да, который что-то заметил, может быть, неявно, то есть ребенок ничего не совершил, и там, ну, в общем, вы пришли и видели, что да, действительно проблемная семья. Да, бывали такие случаи, был у нас случай вот совсем недавно, вот, совместно с оперуполномоченными участковые выехали в адрес и обнаружили, что у нас дети находятся одни. Вообще одни? Вообще одни, да, там было трое детей, одному ребенку совсем еще даже не исполнилось и шести месяцев. Мама была на работе, здесь чем незамедлительно было сообщено инспектору по делам несовершеннолетних, после чего он выехал в адрес, и через взаимодействие с органом опеки ребенок был попенчен. У нас один в больницу и двое в замещающей семье. Но потом в итоге на следующий день мама у нас объявилась, так как мама говорит, что она воспитывает троих детей. Она одна воспитывает, да, троих детей, так как некому было оставить, не с кем ряду детей, пришлось вот выйти в такое положение. Старшему, да, ребенку там было 14 лет, поэтому она понадеялась, что... А, вот так вот, что он будет отвечать за него. Но мы же понимаем, что, наверное, таких семей довольно много, где 14-летнему ребенку могут, наверное, где-то это и работает, ну, с точки зрения, что ничего не произойдет, а где-то может произойти несчастье. Да, все правильно, да. Да, мы же слышали с вами там, всякие варианты происходят. В данном случае детей вернули или как? Обязательно, конечно, тут же незамедлительно дети были, на следующий день мама написала заявление, ребенка, детей передали маму. И что теперь? Сказали, что вы не имеете права оставлять детей или как? Ну, была рекомендована ей помощь через комиссию по делам несовершеннолетних, также органы опеки и попечительства рекомендовали помощь свою, что оказать какую-то там детей, допустим, где-то в садик устроить, допустим, да, или помочь какую-то социальную помощь. Ага, то есть тут вот еще такой важный момент. Вот смотрите, давайте мы сразу сейчас расставим точки над «и», потому что, ну, к органам у нас разное отношение. Есть в кино, есть в жизни, есть, ну, скажем, что-то у кого-то в жизни сломалось, не получилось. Но тут давайте мы отметим, что мало того, что первая участковая увидела, что довольно странный момент, сразу же сообщил вам, вы незамедлительно откликнулись, пришли и увидели, что действительно соответствует сигнал тому, что было сообщено, решили сразу же быстро вопрос, потом нашлась мама, разрулили ситуацию, вернули, и еще теперь у мамы появляется возможность помощи, да, как-то, собственно. Вот, то есть не просто забрали детей, вернули, дальше продолжаете решать, как хотите. Нет, она, данная семья у нас уже находится под контролем, Да, если вдруг бывают даже такие ситуации, когда вот выходят в адрес, видят, что неблагополучная обстановка, да, в семье, то маму мы ставим на учет, данную семью на учет ставим и контролируем, допустим, 6 месяцев. Если мама не встает на путь исправления, то мы продлеваем срок дальнейшего наблюдения. И опять за данной семьей уже также она берется на контроль комиссии по делам несовершеннолетних, совместно также с органами системы профилактики, и под ней ведется полная работа. Вот, у вас же все-таки профессия, ну, опять же, возвращаясь к теме кино, там у нас в основном всегда кто детективы и следователи, самые, так сказать, передовые, ну, еще, может быть, сотрудники ГАИ теперь, да, мы скажем так, ГИБДД ГАИ. А ваша, ну, и, кстати, участковым, сколько посвящено всяких, да, проектов, а вот все, что касается несовершеннолетних, вот этой очень гибкой работе, сложной работе, где не то, что там человеческие эмоции, жизнь, человеческая судьба, а это прежде всего дети, да, столько всего задействовано. Вот как бы вы вообще эту работу назвали, потому что, с одной стороны, мы должны применять правовые методы, с другой стороны, мы должны помнить, что семью нужно попытаться сохранить, если она, ну, есть такая возможность. Детям нужно помочь, потому что можно перегнуть палку и еще хуже сделать. То есть вы фактически полицейские психологи. Да, полицейские психологи. Это действительно так, что есть дети, которые понимают, да, а есть те, которые, они привыкли жить сами по себе на той же, допустим, улице, да, что мама, допустим, с папой пьют, или одна мама воспитывает ребенка. Не обращая внимания, да. Не обращая внимания, что ребенок предоставлен сам себе. И в связи с этим, чем быстрее мы выявим данного, допустим, ребенка, тем быстрее мы начнем с ним работать и оказывать какую-то помощь. И спасем, может быть, его от неправильного, неверно выбранного пути. Да, и вот за 28 лет моей службы в органах подвела мне совершеннолетие, потому что больше я нигде службу другую не имела, не работала только в данной службе. Были очень много случаев. И дело в том, что даже сейчас, вот у меня есть знакомые, у которых, у детей, да, есть уже свои дети. И по трое, и по четверо. И были такие случаи даже, что ребенок был самый, ну, самый ужас, как говорят, обмороженный, да, ну, такое слово. А сейчас они ходят, говорят, здравствуйте, Наталья, спасибо вам, спасибо. То есть вы как вторая мама для них. Вторая мама, да. Да, и вот, понимаете, вот некоторые даже вот им родители были так же, что, ну, у каждого бывает разная ситуация. Кто-то сдерживается, да, а, допустим, стресс, очень большой стресс. И человек не может как-то выйти из этой ситуации, да. И мы приходим им на помощь. По-любому приходим, разговариваем, знакомимся с той же семьей, обстановкой, оказываем какую-то там помощь. Ну, мы сейчас, конечно, об этом поговорим, но прежде чем вот хочется отдельно еще поговорить о ребенке вне дома, но до этого такой вопрос, чтобы мы не забыли по ходу нашего разговора. Здорово, что вы рассказываете такие истории реальные. А кто он сегодня? Вот вы, ваши коллеги, ведь, опять же, с одной стороны, полицейский, который обложен определенными законодательными актами. Вы же не можете выйти, да, за пределы. С другой стороны, каждый, наверное, случай, где ребенок может быть самым разнообразным, да, вы сами сейчас говорите, что он потом понимает, где еще есть взрослые родители, где есть еще бабушки и дедушки довольно со странным поведением. Вот где, в каких вузах учат на вашу профессию? И какое нужно иметь сердце, возможности? Тут же и кричать нельзя, да? Ну, в общем, какая-то очень сложная. Где учат на эту профессию? Ну, по себе, например, я могу сказать, что мне это идет от сердца, моя работа. Я мечтала в детстве еще пойти работать в полицию. Ну, тогда милиция была. У меня просто дядя был сотрудником полиции, один, второй. Ой, я дружила с девочками, у которых были родители полицейские, милицейские. И понимаете, когда я видела, раньше это было 90-е годы, когда у нас, да, самый те, тот период, когда необходима была помощь, и дети сами себе предоставлены, тогда еще хуже было, чем сейчас. И власть другая была. И хотелось кому-то помочь, чтобы вот какое-то, да, вот свое сердечко отдать ему и вытащить того же ребенка. Потому что даже среди окружения моего очень много в то время погибло моих знакомых. Не состоялась жизнь. Не состоялась жизнь, да. Кто-то пошел по наклонной дорожке. И в связи с сетчем, понимая, да, что такое жизнь и как можно выйти, допустим, вот я пошла вот именно в полицию. Ну, наверное, так сделали ваши коллеги, да? Возможно, так сделали. Сколько сегодня вот работают? У вас как-то посменная работа? 24 часа в сутки. 24 часа, да? То есть любую минуту необходимо. Ну и мы говорим о целом отделении по делам несовершеннолетних. Как вы принимаете на работу? Это после окончания вуза какого-то человек приходит? Да, высшее образование, педагогическое. Мужской пол или мужской тоже? Нет, мы хотим также видеть мужской пол, но самое, что мужской пол у нас как-то вот не приживается. Он сбегает от нас. Сбегает от вас. Да, потому что, понимаете, так же, как и женский, не всем это дано. Потому что у многих есть свои семьи, имеют своих детей. И почему-то по нашей работе мы больше уделяем внимание детям чужим. А свои в итоге, получается, у нас брошены. Вот так. Видите, как? Очень важный момент, что люди, которые остаются на вашей работе, они действительно переживают за каждого этого ребёнка, который может творить какие-то совершенно невероятные вещи. А вы же наверняка, как опытный специалист, уже знаете, что тут что-то не так. На самом деле он не такой. Что-то стоит другое и так далее. Мы сейчас об этом поговорим. Вот ребёнок вне дома. Важная такая тема. Опять же, в 90-х это было как бы повсеместно. Сегодня, казалось бы, масса всевозможных способов, чтобы оградить ребёнка от зловредного влияния улиц. Оно было всегда. Всегда есть какие-то люди, которые могут научить чему-то нехорошему. И одно дело, когда ребёнок просто, как же называется, гуляет и делает, что хочет. А другое дело, когда он ещё попадает в дурную компанию. Вот это действительно проблема ребёнок вне дома сегодня? Да, это очень большая проблема. Дело в том, что не только ребёнок может совершить какое-либо преступление или правонарушение, но также и в отношении него могут быть совершены какие-то противоправные действия со стороны других лиц. И поэтому я вот просто рекомендую родителям, чтобы они смотрели, контролировали своих детей. Как-то могли, допустим, тут же их смотреть чат, их переписки, с кем они общаются, больше уделять время детям, их гаджетам. Потому что мы сейчас сталкиваемся с такими проблемами и в школах, и на улицах. И дети у нас часто выкладывают, допустим, те же какие-то ролики, которые они снимают. Дети начинают драки в школе. Или кто-то кого-то заснял, он покурил. Выкладывают. Да, всё это идёт у нас... Чего только нет сейчас. Да, чего только нет. И поэтому я родителям просто советую, что, допустим, исполнилось, нету 16 лет ребёнку, он должен быть в 10 часов уже дома. После 16 лет ребёнок может гулять до 11 часов. Вот давайте мы сейчас на законодательном уровне. Есть какие-то документы ограничивающие? Да, это у нас 148-й закон в Словской области. О том, что дети в ночное время должны находиться дома. Это с до какого? Я уже объяснила то, что с 16 лет они могут до 11 часов, а до 16, до 10 часов. Понятно. Если ребёнка нет дома... Значит, родителям уже нужно бить колокола. Значит, если, допустим, ребёнок у нас ушёл и долгое время его нет, на телефонные звонки не отвечает, ребёнок неизвестно где, что родители должны обратиться в отделение полиции и уже писать заявление на розыск детей. Да, поэтому данные заявления они принимаются сразу. Обращаются часто? Очень часто. У нас очень большая масса сейчас обращений по розыску детей. А это связано с плохими, скажем так, плохими, да, условно, родителями? Нет, нет, нет. Это у нас дети, у нас, да, потому что мы все, мамочка такая хорошая, тут в итоге мы получили два, допустим, да, мама накричала на ребёнка, ребёнок забрал вещи, ушёл и пошёл, да. Куда пошёл, неизвестно. Куда пошёл, неизвестно. Вот у нас последний случай был, ребёнок поругался с папой и ушёл. И? И ночевал в подъезде на пятом этаже. Но родители искали-искали, наверх не поднялись, не посмотрели. Но он сначала выбежал из подъезда, конечно, а потом, куда ему идти в 11 лет? Он вернулся обратно в свой подъезд. И ночевал всю ночь, да, в подъезде. Это считается полбеды, а могло быть ещё хуже. Да, а могло быть ещё хуже. Всё правильно. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Наталья Владимировна Усачёва, майор полиции, которая очень интересно так через сердце рассказывает эти истории. Во второй части хочу тоже поздавать очень много важных вопросов. Наркомания, алкоголизм, детская преступность, всё вот это, к сожалению, оно присутствует. Как приходится с этим бороться? И напомню, что наша программа посвящена Дню участковых и полномоченных полиции 17 ноября, потому что именно рука об руку работают эти организации. И участковый приходит не только постучаться, посмотреть, всё ли у вас хорошо, но и посмотреть, как у вас там дома и всё ли нормально с детьми. Поэтому давайте дождёмся продолжения, будет ещё много интересных вопросов. Напомню, что эта программа открытый диалог у нас в гостях Наталья Владимировна Усачёва, майор полиции, исполняющая обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального управления УВД России Люберецкая. Наталья Владимировна, вот давайте главных таких вопросов вам немножечко набросаю. Опять же, интернет сегодня и телевидение кто угодно нам рассказывает, что очень много хороших детей, в которых всё хорошо в семье, которые вроде как по ночам не гуляют, в подъездах не ночуют. Но вот они иногда подсаживаются во-первых, сами начинают употреблять запрещенные вещества, не будем их даже называть, а во-вторых, ещё занимаются так называемыми, тоже все уже знают это слово, закладками. Некоторые даже не употребляют, просто чтобы быстрые деньги заработать. А ведь за это у нас суровое наказание. Вот что с этим происходит? Давайте поговорим о вот этом вот. Ну, во-первых, дети у нас очень быстро втягиваются. Во что? Заработать побыстрее и ничего не делать. Но так не бывает. Дело в том, что на это и усматривают те же взрослые лица, которые предлагают детям участвовать в данных закладках. Но опять, сегодня он не попался, завтра он 100% в ребёнок попадётся. Что это будет? Да, что ему грозит? Ну, допустим, до 16 лет. Если на момент его не исполнилось, допустим, до 16 лет, то у нас есть такой, значит, сначала его привлекают, он не достиг, да, у нас выносится отказной материал по недостижению возраста привлечения к уголовной ответственности. Но здесь, в данной ситуации у нас также ребёнок по отказному материалу может быть направлен сначала в Центр временной содержания для подростков правонарушителей, а в дальнейшем уже в СУЗТ, это спецучреждение закрытого типа. На 3 года, да, это не направляются, действительно, суды у нас направляют. То есть, похоже на тюрьму? Похоже, да, на детскую тюрьму. Вот, опять идёт постановка на учёт, как я уже говорила, что стоит, он у нас 6 месяцев будет стоять, но опять, и так же проводятся и медицинские, да, проверяют, потребляет он, не употребляет. Если он употребляет, это ещё. А если он употребляет, мы ещё и ставим его на профилактический учёт медицинского учреждения, это в наркологический диспансер. То есть он фактически уже на учёте. На учёте, да, и в дальнейшем он жизнь перечёркивает просто-напросто везде и во всём. Вот, и поэтому очень много у нас, да, детей попадают. Достаточно даже один раз это сделать и испортить себе жизнь. Испортить себе жизнь на всю оставшуюся жизнь. После 16 лет. Вот 16 лет и один день. Если, тут уже у нас уголовная статья будет. Сколько? Там уже в зависимости от массы сколько у него было. Ну, немало. Да, немало. Ну, где-то там тоже хорошо дают. Ему дают, допустим, условно, могут не посадить. Но опять, условно ему дадут, ну, по ходатайству суда, мы можем выйти с ходатайством суда для помещения вот так же спецучреждения закрытого типа. это все будет зависеть от того, от характеризующих еще материалов. Если, допустим, ребенок у нас положительный, первый раз, допустим, совершил данное преступление, тогда уже мы будем смотреть, а надо ли выходить дальше. здесь уже, кстати, это тоже во многом от вас зависит, потому что, ну, опять же, есть такая мифологизация, что там в полиции им все равно, лишь бы посадить ребенка, да, ну, или там, и так далее. То есть, есть все-таки какой-то отбор, если, опять же, дети, есть дети, да, вот попался человек и вроде как учится хорошо, занятия посещает, там, ходит на секцию и так далее, решил вот денежек заработать, да. Понятно, что за это по головке гладить не нужно, но, по крайней мере, припугнуть хорошо, да, наказать, но дать возможность, чтобы жизнь была испорчена. Но я же так понимаю, что, завершая вот тему этих, так называемых, закладок, почему это сейчас повсеместно? Ведь все понимают прекрасно. Мне кажется, что и ребенок должен уже понимать, что небезопасно. А вы знаете, дело в том, что в основном сейчас дети друг перед другом. А я могу, да? Да. То же самое, как и, допустим, с теми же кражами в магазинах. вот у нас девочки. А слабо тебе, да? А слабо ли тебе? И вот на слабо у нас очень много попадается ребят. Очень много. А кража тоже, да, если... Ну, там тоже зависит от размера. Допустим, если у нас не попадает, допустим, крупный размер, ну, там, я не помню, 2,5 тысячи было. Вот, если меньше, там уже на статья 727 административного кодекса. Это административное наказание, и так же ребенок ставится на профилактический А если телефончик, то это уже... Это уже, да, это уже уголовно наказываемо. Это уже с 14 лет у кражи. Фух, какие слова приходится обсуждать. Ну, и как у нас, кстати, с вот этими... Да, еще алкоголизм еще возьмем. Алкоголизм, да. Иногда же это от семьи идет, если, например, потребление веществ. Неправда. Неправда. Нет. У нас это также не от семьи зависит. Допустим, у нас есть и положительные семьи, а дети... Вот у меня был такой случай, когда у меня мальчик пошел за хлебушком. Да. Родители день рождения было, его отправили купить хлеба. Ну, в итоге задержали, нет его, нет и нет. Ну, куда? В розыск. Пришли к нам, а он у нас сидит. Пошел по дороге, купил пиво. Пока родители день рождения отмечают, мы решили выпить пивка. А это уже нельзя делать. А это уже все. Дело в том, что у нас, да, предусмотрено, у нас административно ответственность на 16 лет, но до 16 лет мы административный протокол по статье 20-22 составляем на родителей. Вот, но все равно даже у нас есть такие статьи, как административного кодекса, это 6-9, 6-8. Мы ставим на профилактический учет всех детей. Это за употребление наркотических, психотропных, веществ. За алкоголь мы также всех ставим. Здесь уже даже не будет смотреться хорошая характеристика или плохая. Есть у него медали, нет ли у него медали, это 100% постановка. За одну бутылочку пива можно... Даже если он идет, он еще даже не выпил, он ее только приготовился, открыл, уже все, будет 100% постановка на учет. Мы можем не поставить на профилактический учет, у нас приходят, мы также работаем не только с участковым, мы работаем из ЛУВД на станции Москва-Рязанская, мы в тесном взаимодействии с ними. Я еще хотела остановиться на зацеперстве, потому что очень большое количество у нас сейчас состоит на учете. И значит, у нас, если приходит информация, что был задержан, очень большая масса идет детей из Москвы за курением. То есть, допустим, задержали ребенка за курение, на первый случай мы можем не ставить на учет, если положительные характеристики. Если ребенок у нас весь золотой, да, мы можем вынести предупреждение, что на первый раз мы его прощаем, на учет мы его не ставим. Как бы на порухи родителей. Да, так же, как и касается переход дороги неустановленном месте. Вот то, что я стала говорить про железную дорогу, потому что у нас очень много приходит информации за переход дороги неустановленном месте. Дети у нас идут с северной, на южную, с южной, на северную сторону, и они все идут, где мы хотим для неотведенных, для этого мест. И с этим также мы смотрим. Закон. Да, у нас есть закон, и мы также смотрим, какая характеристика. Бывают даже такие случаи, что при рассмотрении административного протокола на комиссии поднимания совершеннолетних выявляется неблагополучная семья. что ребенок предоставлен сам себе, и в итоге у нас постановка идет и детей, и родителей. Мы сейчас к родителям вернемся, а зацеперах давайте расскажем, что это проблема. Да, это очень большая проблема. На сегодняшний день у нас состоит на учете 14 детей зацеперов. Один из них у нас до сих пор лежит привязанный, как говорится, к кровати, он не встает. Девочка у нас, слава богу, выздоровела. И если я не ошибаюсь, трое детей у нас погибло. Вот, это самое страшное, что у нас существует. Уж сколько времени, сколько времени, казалось бы, все это уже рассказывается, и рисунки, и схемы, и все что угодно. По-прежнему тоже на слабо? Да. Да. Как это психологически? Как-то пытаются психологи, уже я имею в виду клинические психологи, понять, как можно это остановить? Или это все равно продолжается? Я думаю, что это зависит еще от людей. Дело в том, что у нас люди, мы привыкли не предупреждать, не останавливать, а это показывать. Ты видишь, что у тебя ребенок, да, стоит поезд, зацепился. Ну, возьми ты сразу, тут же, скажи, сообщи, нет, мы будем стоять и снимать. И еще снимать, да, да. Зачем? Для чего? Ну, это вот говорит еще о том, что обществу есть над чем работать. Еще пару вопросов про детей, про семьи и про то, как вам удается потом детей все-таки вернуть. Я знаю, что проходят даже специальные поездки, вы их отправляете, обо всем хочется успеть, времени у нас мало. Какие еще у нас такие вот, ну, а-ля или действительно преступления, или покушения на преступления среди ваших подопечных? Что может еще происходить? Угоны у нас происходят еще. Мы любим угонять, особенно каршеринги. Недавно вчера каршеринговая история. Да, да. Мы любим угонять каршеринги. Раньше по моей работе были такие даже случаи, что даже страдали, допустим, дети из благополучных семей. Когда им предлагали покататься, допустим, познакомились, подружились с мальчиком, ну, видишь, что мальчик такой весь раскрепощенный, такой веселый. И я хочу таким быть. И я хочу таким. И в итоге вот у нас, да, угоны, кражи, грабеж. Вот у нас тоже... А группировочки есть какие-нибудь? Есть. Есть. То есть собираются в Кубанчики. Просто помним один из известных фильмов, правда, он тоже про другие времена. Сегодня можно такой фильм снять? Есть такие молодежные? Нет, у нас в люберцах таких нет. Ну, уже хорошо. Да. Ну, давайте поговорим теперь о родителях. Когда вы приходите, и родители вдруг хорошего сына или хорошей дочери узнают о том, что он, оказывается, совершил уже очень серьезный... Проступок – это такое слово, преступление. Как родители реагируют? И что с ними происходит, когда вы ставите на учет, куда они должны ходить? Как этот процесс происходит? Ну, во-первых, родители сразу у нас, большинство встают, как говорится, начинают выяснять отношения сотрудников. В позу. В позу сразу встают. Да, мой ребенок такой хороший. Да, он первый раз. Да, вы его на него оговариваете. Вот вам дали погоны, вам дали власть, вы что хотите, то и делаете. Иногда бывают такие родители, вот последний раз у нас ребенок был задержан за зацеперство, сняли с крыши. Мама в штыке – нет, он этого не делал. Как работа ведется с теми, кто уже, ну, что называется, оступился? Ну, в летний период у нас, конечно, совместно с соцзащитой, да, помощью оказывается деткам, состоящим на профилактическом учете, и детям из неблагополучных семьи мы предлагаем поездки на море. Они у нас ездили. Да, у нас ездят на 20... Сколько там, вот, положено, 24 дня. Они у нас есть, тыфтопсы краснодарские, они у нас бывают везде. Ну, там, наверное, какие-то особые условия. Ничего подобного. Нормальные детские лагеря, все как положено. Да, раньше так у нас были еще и подмосковные лагеря. В общем, все три месяца у нас дети заняты, да. Для детей мальчиков у нас, состоящих на профилактический учет, мы направляем в Раменский район, в Вялке. Там военно-спортивный клуб у нас. И вот 10 дней они там занимаются и футболом, и волейболом. Большое вам спасибо. И будем надеяться на то, что все ваши труды не зря. Очень важная работа. Спасибо. Напомню, что в гостях у нас была Наталья Владимировна Усачева, майор полиции, исполняющая обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального управления УВД Люберецкое. И нам остается только порадоваться тому, что работа идет и работа продолжается. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Это была программа Открытый диалог. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин